После выборов Одесская мэрия под руководством Геннадия Труханова продолжает выдвигать сомнительные проекты. Капитальный ремонт Деволановского спуска может стать многомиллионной авантюрой, за которую заплатят все одесситы. Деволановский спуск заброшен уже много лет, и наконец его вроде бы начнут ремонтировать. Но радоваться рано. В мэрии собираются привести в порядок только саму улицу. Конституционная комиссия Государственной инспекции по архитектурно-строительному контролю выдала разрешение на проведение капитальных ремонтных работ. Как сообщил исполняющий обязанности начальника Одесского ГАСКа Александр Авдеев, проект предусматривает полный ремонт проезжей части, укладку плитки на тротуарах, освещение, водоотводные сооружения, новый водопровод, канализацию, сети электроснабжения и связи, пожарные гидранты, декоративную подсветку Новикова и Строгановского мостов. Тендер на капитальный ремонт был объявлен 12 июня. Заказчик управления капитального строительства городского совета. Стоимость работ 196 миллионов 758 тысяч гривен. Исполнитель должен был определиться 19 августа, но не определился. А в конце сентября на аппаратном совещании городской голова заявил. Посмотрите, что здание. Здание-то выкупали все. Это просто развалины сейчас. Направляйте письма, официальные письма, всем собственникам этих зданий. Привести в порядок, чтобы там было как это положено. Поставка установлена, заборы, если они разрушены. Во-первых, убрали все это, навели порядок там, обеспечивали безопасность. Городской голова даже не знает, какие полномочия есть у местной власти. Сказать точно не могла и директор юридического департамента. Есть какие-то меры воздействия у нас правы на незадлежащее содержание своей собственности? Если это памятники, то точно. Есть, нет, но я не думаю, что там памятники. Там бывшие здания, в том числе какие-то производственные. Ну, я отдельно тогда доложу по этому вопросу. Надо будет проводить такую работу и в судебном порядке. Прошло два с половиной месяца и никакого движения. Развалины стоят. Ремонтировать спуск бессмысленно. Но разрешение получено и работу можно начинать. Чаще всего ремонт городских дорог мэрия поручает компанию «Роздрострой», совладелец которой Юрий Шемахер – член партии «Доверяя делам». Когда начнется восстановление старых зданий, а какие-то придется сносить, весь ремонт улицы пойдет коту под хвост. Возможно, тому самому, которого установили тут на одном из домов как туристическую достопримечательность. И хороший проект превратится в разбазаривание городских денег.